МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире на канале ТВ5 новости в студии Гарь Белышев. Здравствуйте. И снова маршрутка. Вчера на пересечении проспекта Соборного и улицы Южноукраинской в Запорожье маршрутное такси протаранило москвич. Легковой автомобиль уже начал движение на зеленый сигнал светофора, когда в него, обгоняя троллейбус, въехала маршрутка. В результате столкновения легковой автомобиль врезался в столб, а маршрутное такси вылетело на тротуар. В больницу были доставлены пятеро пострадавших. Все эти четверо пострадавшие легкой степени осмотрены специалистами, хирургами, травматологами, нейрохирургами, челюстно-лицевым хирургом, отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства. Одна женщина пострадала из машины «Москвич». Достаточно тяжело. Там тяжелые переломы костей и таза, которые сразу пришлось фиксировать аппаратом стержневым внеочаговой фиксации. Это типа конструкция внешняя. Сразу она была помещена в связи с развитием неотравматического шукового отделения реимации. Сегодня переведено в состояние средней степени тяжести в отделение травматологии с койками-политраном. Европейская поддержка украинской децентрализации. Объединенные громады по всей Украине получат 102 миллиона евро на создание многоуровневой системы управления. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на Всеукраинском собрании руководителей областей и районов, которое состоялось в Виннице. Каждый регион представил свои наработки. Председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль заверил, процесс объединения громад идет достаточно активно. В результате заход объем собственных доходов местных бюджетов вырос в два раза. С помощью средств, которые выделяет Европейский Союз, планируется ускорить процесс децентрализации. По децентрализации Запорожская область входить в четверку передовиков. Нам есть чем извитывать, если в 2015 году было 6 громад, то уже в этом году зареестировалось 12 и подано еще на 13 громад. Мы считаем, что за 2017 год мы должны завершить порядок формирования, проведение выборов, чтобы мы в 2018 год уже вошли в прямое финансирование бюджета громады. В ходе поездки представители Запорожского региона изучили вининский опыт, в частности по созданию современных административных центров. Константин Брыль подчеркнул, что подобные центры должны появиться во всех районах области. Коммунальное предприятие управления капитального строительства отчиталось о проделанной работе. Совещание, на котором представили отчет, проводилось по требованию депутатской комиссии по вопросам жизнеобеспечения городского совета. При этом комиссию представляли всего два человека. Вопросов к уксу у депутатов накопилось много, ведь в этом году у предприятия рекордное количество проектов – более 1300. Поэтому и приняли решение проводить такие совещания раз в неделю, чтобы контролировать выполнение работ. Да, действительно, проблемы еще существуют. И ту работу, которая началась, можно сказать, только 8 месяцев назад, она как бы сегодня дает уже свои плоды и результаты. Я считаю, что укс на сегодняшний день не дорабатывает в плане финансовой дисциплины. И действительно надо передавать уже, скажем, работать с подрядчиками по закрытию формы передачи все-таки затрат. Мы над этим работаем, чтобы у всех было понимание, чем мы занимаемся, когда будут выдаваться объекты, сколько они стоят, и чтобы город получал именно то, что планировал. Творчество для здоровья. В третью субботу сентября фармацевты Украины отмечают свой профессиональный праздник. В Запорожье работают 695 аптек и 182 аптечных пункта. Ежегодно ряды фармацевтов пополняют более 600 выпускников медуниверситета и двух медицинских училищ. Запорожские ученые разработали и внедрили в производство десятки новых лекарственных препаратов, позволяющих сохранить здоровье людей. Чем еще интересна эта профессия, узнавала Галина Знаминская. Оксана Игнатьева работает в 4-й аптеке Примула 27 лет. После окончания Запорожского медучилища получила направление на Урал, но вскоре вернулась в родной город. Фармацевтом хотела стать с детства и ни разу не пожалела о выборе профессии. Для меня это очень интересно, это познавательно. И когда ты соединяешь какие-то ингредиенты, получается, раствор или мазь, или там еще какая-то лекарственная форма, и ты знаешь, что этим мы, ну так сказать, облегчим здоровье, жизнь людей, это очень хорошо на душе и приятно, как говорится. Но я люблю помогать людям. Фармация – одна из древнейших профессий. Во все времена пользовалась уважением среди людей. Травы, минералы, химические элементы фармацевты используют для лечения различных заболеваний. Точное соблюдение дозировки и требований к качеству препарата – обязательное условие этой профессии. Может, кому-то она покажется скучной, но Оксана так не считает. У нас в профессии тоже есть нотка творчества. Когда ты работаешь, ты отдаешь душу, отдаешь энергию и получаешь от этого удовольствие. Конечно, мы работаем четко, так сказать, все у нас расписано, все по дозировкам, все по рецептам, потому что если где-то что-то не так, это уже будет отражаться пагубно на здоровье людей. Как правило, сегодня аптеки реализуют готовую продукцию. Изготавливать лекарства по рецепту невыгодно, но в городе еще есть такие аптеки, где работают провизоры – творцы необходимых препаратов. К сожалению, стоимость некоторых лекарств не всегда по карману людям. На протяжении нескольких лет в Украине работала государственная программа по обеспечению льготными препаратами больных гипертонией и сахарным диабетом. В эти дни в Харькове на 8-м национальном съезде фармакологи ищут пути по ее продолжению, а пока эту проблему решают на местах. В этом году одним из программных мероприятий на развитие коммунальной сети аптек было выделение более миллиона гривен для того, чтобы развивать экстемпоральную рецептуру, для того, чтобы в полной мере и в большем объеме обеспечивать льготными препаратами и препаратами строгого учета наших пациентов. День рождения леса отметили в Мелитобольском районе. На праздник были приглашены работники лесного хозяйства, представители национальных общин и творческие коллективы. На ярмарке, приуроченной к этому дню, все желающие могли попробовать мед, посетить разнообразные мастер-классы, покататься на лошадях и приобрести изделия ручной работы. Подробнее Олеся Брычок. Место проведения праздника – живописное село Сосновка, которое находится в самом сердце старобердянского лесничества. Организаторы выбрали не случайно. Именно здесь, в середине 19 века, появились первые лесные плантации, которые позже превратились в настоящий заказник государственного масштаба. Ежегодно, в третье воскресенье сентября, отмечается праздник День работников леса. Но в этом аду, это праздник особенный, потому что в этом аду исполняется 170 лет со дня закладки второго искусственного леса на юге Украины. И человек, который произвел первые здесь посадки, это немец-колонист Корнис, Йоган Корнис. Чтобы увековечить память лесника-новатора, благодаря работе которого в условиях степи удалось вырастить настоящий лес, в самом центре села Сосновка был установлен памятник Йогану Корнису. Ни один праздник на Мелитопольщине не обходится без угощений. Украинец армянского происхождения Тоник Мартиросян вместе с женой Надеждой сегодня решили порадовать истинных гурманов бараниной на вертеле. И хашламой, приготовленный по собственному рецепту, где секретным ингредиентом является пиво. Баранина, пиво, картошка, перец, цукини, морковка, помидор, специи, зелень, чеснок. А вот Любовь Селиванова решила удивить гостей праздника рукоделием. Свои шедевры женщина создает из газетной бумаги. Работа эта, говорит Любовь Васильевна, достаточно кропотливая. Хлебничка вот такая у нас, вот пожалуйста, можно. Это шкатулочка, клубочки для вязания, сапожочки. Это можно поставить здесь и трубочки, и в то же время карандашики для учеников. Это для вина можно взять. Это конфетничка такая, это как бы декор такой, свечечка. По соседству с рукодельницей сотрудники лесоохотничьего хозяйства рассказывают об обитателях старобердянского лесничества и показывают свою коллекцию декоративных фазанов. Это вид птиц называется фазан. Здесь представлено несколько их подвидов. Это фазан серебристый, фазан золотой, фазан алмазный. Но это больше декоративные птицы. Они нетипичны, в природе их не встретить. Совсем рядом разместились представители общественной организации зелёного туризма, которые сегодня презентуют свою волшебную таврию, сообщество, участники которого пропагандируют зелёный туризм. В каждом селе есть изюминка у каждой бабушки. Каждая бабушка хранит какие-то старые рушники, какие-то старые свои, знаете, традиции, как сварить вареник. У каждого есть свой секрет. В целом праздник получился достаточно массовым и зрелищным. Лошади в упряжках, мёд и медовые напитки, выставки, мастер-классы, музыка, праздничная ярмарка и осенний лес, день рождения которого Мелитопольщина отгуляла на славу. Екатерина Данчина, Олеся Брычок, Артём Должик, Мелитополь, ТВ5. Стихия вкуса в Запорожье. Вместе с новым сезоном на телеканале ТВ5 стартует и премьерный проект собственного производства под названием «Винегрет-шоу». Теперь каждую субботу в 11.00 зрители смогут не только удовлетворить свой гастрономический интерес, но и узнают больше о кулинарных предпочтениях ведущих ТВ5, среди которых и ваш покорный слуга. Подробнее в нашем следующем сюжете. Вы сегодня не с пустыми руками, это не просто так. Давайте присядь, ну что вы стоите? Вы знаете, ну судя по тому, что у вас находится наш лаг, можно сказать, что мы с пустыми руками вообще. Утро зрителей ТВ5 сегодня оказалось не просто веселым и красочным, но еще и невероятно аппетитным. И это только начало, ведь в этом сезоне телеканал погружается в новую стихию – вкуса. Для нас это более широкое понятие. Это не просто запуск кулинарного шоу. Мы в это позиционирование вкладываем то, что все проекты телеканала ТВ5 стильные и вкусные для наших телезрителей. Каждую субботу зрителей ждет поистине вкусная программа «Винегрет-шоу». И хотя в формате кулинарных проектов сегодня сложно придумать что-то новое, творческой команде ТВ5 удалось создать качественный телепродукт, который не уступает столичному уровню. Мы не стали изобретать велосипед, а во главу угла поставили качество продукта и интересность для нашего зрителя. Мы для того, чтобы достичь максимального качества, какого-то просто невероятного для регионального телевидения, мы организовали эту площадку съемочную, локацию в Киеве, собрали отличную, замечательную команду, профессиональную, самое лучшее, какое могли оборудование. Но главное «Винегрет-шоу» станет интересным не только для домохозяек. Гостями на телевизионной кухне будут любимые ведущие ТВ5. Некоторые из них придут со своими детьми. Зрителям гарантировано хорошее настроение. Еще бы, ведь встречает гостей на кухне самый веселый ведущий Дмитрий Шендрик. Подготовка длилась на протяжении двух недель. Я с своим личным, скажем так, шеф-поваром, мы очень длительное время занимались. Он мне рассказывал, как сделать так, чтобы не отрезать себе фаланги пальцев, как сделать так, чтобы быстренько нарезать, как не нарезать чеснок, допустим, а его раздавить. То есть вот эти вот все секреты. Как сделать так, чтобы все блюда не были пересолены. И это лишь малая часть кулинарных секретов, которыми поделятся участники «Винегрет-шоу». Кроме того, зрители узнают больше интересных фактов из жизни телеведущих и посмотрят на них с другой стороны. Для меня, допустим, процесс приготовления пищи – это достаточно интимный процесс. И я не люблю, когда мне кто-то мешает. Во-первых, я, как правило, не знаю, что я буду готовить и что получится в результате. Поэтому ты сосредотачиваешься на процессе, что-то там творишь, выдумываешь. И вот где-то, наверное, первые минут 10, пока шла запись, это был такой момент привыкания. Ну а потом ничего, как бы адаптировались и уже больше там просто как-то нашли, где посмеяться, где рассказать, что мы все-таки делаем. Ну, было интересно. На самом деле процесс очень увлекательный. Убедиться в этом и оценить первые кулинарные изыски от Игоря Белышева зрители ТВ-5 смогут уже завтра. Надо сначала закрыть нос, чтобы почувствовать сразу моментально. «Винегрет-шоу» будет выходить по субботам в 11.00. Повтор программы каждую пятницу в 9.50. Мария Маркелян, Олег Мовченюк, Эдгар Копытов, ТВ-5. И это все новости данному часа уже в 19.00. Смотрите. Будущее запорожского футбола без раздевалок и душевых, но на родных полях. «Слуга народа-2» или «К нам приехал ревизор». Проблемы Запорожья теперь и в кино. Перспектива роста в областном центре открылась школа чирлидинга. Новые повороты судьбы. Смена места жительства, стиля и образа жизни. И когда, казалось бы, все мечты становятся реальностью, прошлое напоминает о себе. Через несколько минут смотрите невероятную историю обычной девушки в украинском сериале «Красотка Ляля» на ТВ-5. И напоминаю, актуальные новости гордой области вы всегда можете найти на нашем сайте tv5.zp.ua и в студии работы Лыгарь Белышев. Увидимся в 19.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова